Черц требует золотыми волосками подчеркивание вертикальное слэш подчеркивание вертикальное слэш подчеркивание поравно тридцать. Одна бедная женщина родила сыночка, и так как он родился в рубашке, то и было ему предсказано, что он уже на четырнадцатом году получит королевскую дочку в жены. Случилось так, что вскоре после этого сам король прибыл в ту же деревню и никто не знал, что он король. 1Стал он у людей расспрашивать, что новенького, и ему рассказали, родился на этих днях ребенок в рубашке, а уж кто так-то родится, тому во всем удачи. 1Вот ему уж и вперед предсказано, что на четырнадцатом году король ему свою дочь отдаст в жены. 2Король, человек недобрый, на это предсказание прогневался, пошел к родителям ребенка, прикинулся ласковым и сказал, бедняки вы горемычные, 0отдайте мне вашего ребенка, я уж о нем позабочусь. 4Сначала-то родители отказывались, но так как чужак предлагал им за ребенка чистое золото, да при том же они еще подумали, 5это ведь счастливчик родился, у него и так во всем удачи будет, то под конец согласились и отдали ему ребенка. 5Король сунул ребенка в ящик и поехал с ним путем дорогого, пока не приехал кому-то, туда и бросил он этот ящик и подумал, 9вот я и избавил дочку от непрошенного жениха. 9А ящик-то не потонул и стал корабликом плавать по поверхности воды, и внутрь его не прошло ни капельки. 9Поплыл он по воде и приплыл в окрестности королевской столицы, к мельнице, у мельницы на плотине он и застоялся. 9Работник с той мельницы, который, по счастью, стоял на плотине и тот ящик заметил, подтянул его багром к берегу и думал в нем найти большие сокровища, 9а вместо того, вскрыв ящик, увидел в нем славного мальчугана, крепенького и здоровенького. 9Он принес его к мельнику с мельничхой, а так как у них детей не было, они очень этому мальчугану обрадовались и сказали, 9Бог нам его послал. 9И затем воспитали маленького найденыша, и он стал у них расти во всякой добродетели. 9Случилось, что однажды во время грозы завернул на их мельницу король и спросил у мельника с мельничхой, не сына ли их этот взрослый паренек. 9- Нет, — отвечали они, — это найденыш, лет четырнадцать тому назад его в ящике к нашей плотине принесло, а наш работник его из воды вытащил. 9Тут король увидел, что это не кто иной, как тот же счастливчик, которого он в воду швырнул, и сказал, — а что, милые, 9не снесет ли ваш паренек от меня письмецо к королеве, я бы ему два золотых за это дал? 9Отчего же, коли твоей милости угодно, — ответили добрые люди и приказали пареньку изготовиться. 9Тогда король написал королеве письмо, в котором было написано, — как только малый принесет к тебе это мое письмо, 9приказываю его немедленно убить и схоронить, и все это чтобы было выполнено до моего возвращения домой. 9Пошел парень с этим письмом, да заплутал, и проплутал до вечера, и попал в большой лес. 9В темноте увидел он небольшой огонек, пошел на него и прибыл к избушке. 6Когда он вошел в избушку, там сидела старушка у огня одна денешенька. 4Она испугалась, увидев шапаренька, и спросила его, — откуда идешь и куда путь держишь? 9— Иду с мельницы, — отвечал он, — а путь держу к королеве, письмо ей передать должен, да вот заблудился в лесу, 0так нельзя ли мне здесь переночевать? 4— Ах ты, бедняга! 5— сказала ему старушка. 9— Ведь ты зашел в разбойничий притон, и когда разбойники вернутся, они тебя убьют! 5— А кто бы ни пришел, — сказал юноша, — я не боюсь, да и при том, я так притомился, что все равно не могу идти дальше! 6— вытянулся на лавке, да и заснул! 9Вскоре после того пришли разбойники и спросили гневно, что это за чужой мальчуган тот разлегся. 5— Ах, — сказала старушка, — это невинное дитя, в лесу, вишь, заблудился, и я его впустила сюда из сострадания, 9а послан он с письмом к королеве. 6Разбойники вскрыли письмо и прочли в нем приказание этого малого убить тотчас, как только он придет. 9Тут разбойники отнеслись к нему с состраданием, и их атаман, разорвав письмо, написал другое, в котором было прописано, 9чтобы этого паренька тотчас по прибытии обвенчать с королевской дочкой. 6И вот они дали ему полную возможность выспаться на лавке до следующего утра, а когда он проснулся, 9то письмо ему отдали и настоящую дорогу ему указали. 4Королева же по получении письма прочитала его и поступила по выраженной в нем воле, приказала устроить пышное свадебное торжество и обвенчать 6королевскую дочку со счастливчиком. 8А так как юноша был красив и очень ласков, то и королевна жила с ним в полном удовольствии и согласии. 9Несколько времени спустя король вернулся в свой замок и увидел, что предсказание сбылось и счастливчик таки обвенчан с его дочерью. 9- Как это могло случиться? 8- сказал он. 5- Ведь я же в письме моем совсем иной наказ давал! 9Тогда королева подала ему письмо и сказала, что он может сам увидеть, что в письме написано. 6Король прочел письмо и убедился в том, то его письмо подменено другим. 8Он спросил у юноши, куда девал он веренное ему письмо и почему заменил его другим. 9- Ничего об этом не ведаю, – отвечал тот, – разве что ночью его мне подменили, когда я не могла бы поменять. 9Тогда я заночил в лесу. 9Тогда разгневанный король сказал, – ну, это тебе не сойдет даром. 0Кто хочет быть мужем моей дочки, тот должен мне добыть из преисподней три золотых волоска с головы черта, коли принесешь мне то, чего я требую, 2оставайся мужем дочки. 9Король думал таким образом от него навсегда отделаться. 9Но счастливчик отвечал ему, – изволь, принесу тебе три золотых волоска, ведь я черта-то нисколько не боюсь. 9Затем он распростился с королем и пустился в странствие. 4Путем дорогою дошел он до большого города, где привратник, впуская его, спросил, какое ремесло он разумеет и что знает. 9- Да я все знаю, – отвечал счастливчик. 9- Так окажи нам одолжение, – заговорил сторож, – скажи, почему наш фонтан на базарной площади, из которого прежде билось струей и вино, 9теперь совсем и всяк и даже воды не дает? 6- Это я вам все разъясню, – сказал юноша, – вот только дайте мне назад воротиться. 5Затем пошел он далее и пришел к другому городу, и тут привратник спросил его, какое он ремесло разумеет и что знает. 9- Да я все знаю, – отвечал юноша. 8- Так сделай одолжение, объясни ты нам, почему одно дерево в нашем городе, на котором в былое время росли золотые яблоки, 9теперь даже и листьев на себе не носит? 5- Это я вам все разъясню, – сказал юноша, – подождите только моего возвращения. 9И пошел далее, и пришел к большой реке, через которую ему надо было переправиться. 9Тут перевозчик спросил его, какое ремесло он разумеет и что знает. 5- Да я все знаю, – сказал юноша. 5- Так сделай одолжение, скажи мне, почему я должен век свой тут взад и вперед переезжать и никак от этого избавиться не могу? 5- Ты это узнаешь, – отвечал юноша, – дай только мне назад вернуться. 9Чуть только переправился он через реку, как наткнулся на вход в преисподнюю. 5В самой преисподней стены были черные от сажи и копоти, а самого-то черта дома не было, и только его мать сидела на своем просторном кресле. 9- Чего тебе? – спросила она у юноши и на вид показалось ему совсем не злой. 0- Да вот, надо бы мне раздобыться тремя золотыми волосками с головы черта, – отвечал юноша, – а не-то придется мне с женой расстаться. 9- Ну, ты уж очень многого захотел, – сказала она, – ведь если черт вернется да найдет тебя здесь, так тебе не сдобровать, но мне тебя жаль, и я посмотрю, 9не могу ли я тебе чем помочь. 1Она оборотила его мурошом и сказала, – заползи в складки моего платья, там тебе ничего не приключится дурного. 9- Это все так, – сказал юноша, – но мне этого мало, мне бы надо было еще вот что узнать, почему фонтан, который прежде вином бил, 9теперь сяк и даже воды не дает? 0Почему дерево, на котором в былое время росли золотые яблоки, теперь даже и листьев на себе не носит? 0И еще, почему один перевозчик должен все ездить взад и вперед от берега к берегу и никак от этого избавиться не может? 0- Мудреный ты задал мне вопросы, – отвечала она, – однако посиди смирненько да тихонько, да прислушайся к тому, 6что станет отвечать черт, когда я у него буду выдергивать три золотых волоска. 9С наступлением вечера и черт вернулся домой. 2Едва вступил он в преисподнюю, как уж почуял, что воздух в ней не тот. 9Чую, чую я здесь человечье мясо, – сказал он. 9- Тут что-нибудь не так! 8И пошел он заглядывать по всем уголкам и закоулкам, и нигде ничего не нашел. 9А его мать давай его бронить… 9Только-только выметено все и в порядок приведено, а ты мне опять все испортишь? 9Нанюхался там человечьего мяса, так оно тебе везде и чудится. 9Садись и ешь свой ужин! 9Когда он наелся и напился, то почувствовал утомление, положил матери голову на колени и попросил, чтобы она у него в голове поискала. 9Немного прошло времени, а уж он и засопел, и захрапел. 9Тогда старуха выискала у него в голове золотой волосок, вырвала его и положила в сторонке. 9- Ай-ай! – крикнул черт. 9- Что это с тобой? 8- Да вот, приснился мне такой нехороший сон, – отвечала ему мать, – что я тебя и ухватила за волосы. 8- Что же такое тебе приснилось? – спросил черт. 9- Приснилось мне, что у фонтанной базарной площади, из которого некогда струей било вино, вдруг так иссяк. 3- Что теперь из него и воды не добыть? 4Что бы этому за причина? 4- Эх, кабы они только знали! 4- Отвечал черт. 6- В этом фонтане сидит под одним камнем жаба, и если они ту жабу убьют, так вино-то опять из него струей бить станет. 7Стал опять у него мать в голове перебирать, и перебирала, пока он совсем не заснул и не захрапел так, что окна дрожали. 9Тогда вырвала она у него второй золотой волосок. 9- У-у-у! 9Что это ты делаешь? – гневно крикнул черт. 9- Не посетуй на меня! – отозвалась мать. 9- Ведь это я во сне! 9- Да что тебе там опять приснилось? 9А вот приснилось, что в некотором царстве стоит дерево, и на том дереве прежде, бывало, золотые яблоки росли, а теперь листьев нет. 9Что бы этому могло быть причиной? 9- А-э-э, кабы они знали да ведали! – отвечал черт. 9- У того дерева корень гложет мышь, стоит только ты мышь убить, и на дереве опять будут расти золотые яблоки, а если ей еще дадут голодать тот корень, 9так дерево и совсем засохнет. 9Но только ты, пожалуйста, не тревожь меня больше своими снами, а если потревожишь, я тогда с тобой по-свойски расправлюсь. 9Матери удалось его опять успокоить, и она снова стала перебирать у него в волосах, пока он не заснул и не стал храпеть. 9Тогда она ухватила и третий золотой волосок и вырвала его. 9Черт вскочил, закричал во всю глотку и хотел с нею круто обойтись, но она еще раз его умаслила и сказала, 8что ты станешь с этими дурными-то с нами делать! 9- Да что же тебе могло сниться? 8- спросил он, любопытствуя узнать ее сон. 9- Да вот, снился мне перевозчик, который все жалуется на то, что ему век свой приходится взад и вперед по реке ездить и никак он от этого освободиться не может! 9Что бы тому за причина? 9Эх, дурень-дурень! 9- отвечал черт. 5- Да ведь стоит ему только передать шест в руки первому, кто в его лодке переезжать вздумает, тогда он и освободится, а тот должен будет стать на его место 8перевозчиком! 9Так как мать вырвала у него из головы все три золотых волоска и на все три вопроса получила ответы, то она оставила старого черта в покое и дала ему 9выспаться до самого рассвета. 5Когда черт опять убрался из дому, старуха добыла мураша из складок своего платья и вновь возвратила счастливчику его человеческий образ. 9- Вот тебе три золотых волоска, – сказала она, – да и ответ у черта на твои три вопроса ты, вероятно, тоже слышал? 9- Да, – отвечал тот, – слышал и запомнил их. 1- Ну, так ты получил все, что хотел, – сказала она, – и теперь можешь идти своею дорогою. 5Он поблагодарил старуху за помощь, покинул преисподнюю и рад был ради шинник, что ему все так удачно сошло с рук. 9Когда он пришел к перевозчику, тот потребовал у него обещанного ответа. 0- Сначала перевези меня, – обещал счастливчик, – тогда и скажу, как тебе от твоей беды избавиться. 5И когда тот перевез его на противоположный берег, он передал ему совет черта, 9как придет кто-нибудь еще и захочет переехать, передай ему только шест в руки. 5Пошел он далее и прибыл к городу, в котором стояло неплодное дерево, и здесь привратник потребовал от него ответа. 5Он и тому сказал то же, что слышал от черта, – убейте мышь, которая гложет корень дерева, и оно опять станет приносить золотые яблоки. 9Поблагодарил его сторож и в награду дал ему двух ослов, навьюченных золотом. 9Наконец прибыл он к городу, в котором фонтан иссяк. 9И там тоже он передал привратнику то, что слышал от черта, – сидит жаба в фонтане под камнем, ее должны высыскать и убить, 9тогда и фонтан ваш опять будет вином бить. 9Стораж поблагодарил его и тоже подарил ему двух ослов, навьюченных золотом. 9Наконец счастливчик прибыл домой к жене своей, которая сердечно обрадовалась, свидевшись с ним и услышав, какая ему во всем была удача. 9Королю он принес то, что тот требовал, – три золотых волоска, а когда тот еще увидал четырех ослов с золотом, то был совершенно доволен и сказал, 0 «Ну, теперь все условия выполнены, и дочь моя может остаться твоею женою». 9Но скажи ты мне, милый зятек, откуда у тебя столько золота? 9Ведь тут немалые сокровища! 9Да вот, переправлялся я через реку, – отвечал тесть и зять, – так стой и реки собою прихватил, там оно за место песку на берегу валяется. 9- А что же? 5Мне, пожалуй, оттуда можно золото понабраться? – сказал король, и глаза у него разгорелись от жадности. 9- Сколько душе угодно, – отвечал зять, – там на реке и перевозчик есть, велите ему перевезти вас на противоположный берег, 9там и нагребете золото полнихоньки мешки. 0Жадный король поспешно собрался в путь, и когда прибыл к реке, то кликнул у перевозчика, чтобы тот его переправил. 0Перевозчик и подплыл к берегу и пригласил его в свою лодку, и на другой берег его перевез, а там передал ему шест в руки, да и выпрыгнул из лодки. 9Вот и пришлось королю за его грехи быть на реке перевозчиком. 5Может, и теперь на том перевозе живет. 0Небось, никто у него шеста не возьмет.